МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судак резко произошло, они резко переключились на нас, но уже с другого орудия, то есть били уже с артиллерийского орудия Д-20 по нам. Когда начались боевые действия, решил не оставаться в стороне. Думал, может, чем-то пригожусь и там. Да, пошел в военкомат сначала. Меня выгнали первый раз с военкомата. Сказали, не возьмем. Но второй раз получилось, взяли. Записали в батальон, месяц на полигоне побыли, ну, потом нас увезли. И 1 сентября мы зашли на позиции ночью. Перед нами серая зона была, вот это село. Ну, ничего, люди ходили, место и там, то есть такое. Обычная жизнь какая-то у них была там, что-то. Даже, ну, не знаю, может, попривыкали уже. Да, ну, в принципе, быстро привыкаешь к войне, к перестрелкам. Там около года в пехоте пробыли. Потом решили перейти в разведку. Ну, там уже, как бы, так сказать, повеселей было. Больше задач, больше информации. Сбор информации больше, наблюдение такое было за противником. Как они передвигаются, сколько людей, сколько техники, чем они вообще там живут. Ну, выходили в серые зоны между нашими позиций и их позициями. Чем поближе к ним подходили, так, чтобы они не заметили нас. Ну, наблюдали, выбирали себе позиции, секреты делали. То есть, маленькие окопчики рыли себе, укрытия маленькие, чтобы накрывались. Наблюдали за ними. Приходилось наблюдать, там, например, от суток до трех суток даже было такое. Попадали, ну, то есть, погода нас уже не пугала. То есть, ни выстрела, ни погода уже, мы уже не обращали на это внимания. И в дождь, и в снег, и в жару там лежали. То есть, у нас была цель, нам надо было выполнить задачу. Мы ее выполняли. Самая страшная ситуация. Была на одной позиции летом. Вечер, стояли на позиции, в шестером стояли на позиции. Вышли, ну, такой, ребята общаются, мы наблюдаем за противником. Загорелись поля у нас тогда. Тоже позиции много погорело у нас. То есть массе эти погорели. И когда горели поля, противник начал работать по нашим ребятам туда. С минометов, да. По соседней позиции работали. Мы же наблюдали, пытались засекти, откуда происходили выстрелы. Ну, и в такой неожиданный момент все так резко произошло. Они резко переключились на нас, но уже с другого орудия. То есть, били уже с артиллерийского орудия Д-20. По нам. Первый приход перед нами. Второй почти возле нас. Вот мы стоим. Где-то метров 15. Мы начинаем назад отходить по окопам уже. Как бы все кричат, уходим вправо. Мы начинаем на полуприседках убегать. Вся остальная группа, ну, все вправо, что ходят. Я не знаю, меня почему-то влево потянуло. И тут летит третий снаряд. И он, как бы, перекресток у нас такой был окопами. Мы вправо убежали, я последний шел. И меня почему-то влево начинает тянуть предпоследний. Вовремя меня заметил. И он меня только оттягивает. Мы успеваем метра три, наверное, четыре по окопу пробежаться. Падаем. И как раз в этот окоп залетает снаряд. Куда я должен был зайти? К жизни на мирной территории, так сказать, до сих пор адаптируемся. Столько времени провести там, такое ощущение, что ты уже полжизни там уже в боях участвуешь. Желание вернуться бывает. Конечно, оно, так скажу даже, оно у всех присутствует. До сих пор воюем мы за независимость Украины. До сих пор. Сколько уже столетий, можно сказать, воюем за это. Никак не можем добиться этого. Но я думаю, мы добьемся этого. Потому что мы уже долго стоим. Долго уже боремся. И никто назад не будет отходить. Редактор субтитров А.Семкин